Все серьезно, все ходы записаны, все комбинации просчитаны. Ничто не предвещало беды. И не каждый может себе позволить такое сказать. Волки в лице прокуратуры пришли, уже это никого не заинтересовало. Не совсем того хотел, я думаю, Сатоши. Друзья, приветствую. С вами снова наш младший аналитик, наш старший аналитик и наш крупный аналитик. И сегодня мы вообще не знали, о чем поговорить. Неделя была очень скучная, вообще ничего не происходило. Ничто не предвещало беды. И я нашел выход из этой ситуации, потому что действительно еще вчера было грустно думать о том, что нам не о чем говорить. И я позвонил генеральному прокурору штата Нью-Йорк и спросил, смотрела ли она последнюю серию миллиардов. И оказалось, что да. Оказалось, что да. И мы решили это воплотить в жизнь, поэтому... Поэтому хомяк у нас теперь под колпаком. Все серьезно, все ходы записаны, все комбинации просчитаны. А Bitfinex потенциально не хватает 850 миллионов долларов, которые непонятно, то ли арестованы, то ли заблокированы. Ну, как минимум, на них есть распоряжение не трогать их потными волосатыми руками. На месте Bitfinex я бы не растерялся и напечатал бы 850 миллионов тезеров. Ну, чисто на всякий случай. И, в принципе, они буквально вчера же 300 миллионов как раз и напечатали. Поэтому, возможно, они что-то знали и готовились. Мне кажется, это вообще такой знатный троллинг, когда приходит прокуратура, накладывает на тебя арест на X денег. Ты такой, ок, и просто печатаешь 2X, но уже в тезере. Ну, потому что тезер мой, да, хочу, печатаю, не хочу, не печатаю. Тем более мы знаем, тезер это прозрачность, стабильность, надежность, подкрепленность чем-то. Чем-то. Мы, кстати, мы же до сих пор так и не выяснили ситуацию с аудиторами по тезеру. Аудитов публичного нет. Но, судя по формулировке, каждый тезер подкреплен чем-то. Чем-то. Ну, опять же, тезер на фоне этого, на тех биржах, где можно торговать тезер к настоящему доллару, туда-сюда уже прогулялся. Не сильно. Слушай, я удивился. На фоне этой новости битокс гулял вниз на 10%, а тезер сгулял вниз на 2,5% в пиках. А так там колебался на уровне плюс-минус процента. Так говорит о том, что наш хомяк рыночный, он уже настолько истощен эмоционально от происходящего, что он даже на такие катастрофические новости реагирует вяло. То есть, чтобы вы понимали, главная биржа по торгам к фиату плюс аффилированная с главным стейблкоином, которого уже напечатано на миллиарды и который является де-факто главной валютой всех отиси сделок, обвиняется в мошенничестве, в потере почти миллиарда баксов. И всем нормально. Это значит, помнишь детскую сказку про мальчика, который кричал волки? И в итоге мораль сказки, что мальчик так долго кричал волки, что когда волки, собственно, пришли к мальчику, никто не пришел на помощь. Перестали верить. Так вот на рынке так долго кричали, что тезер скам, что как-то уже, ну, и когда выяснилось, что это все-таки скам, волки в лице прокуратуры пришли, уже это никого не заинтересовало. Мне очень интересно, при чем там американская юрисдикция, Bitfinex, они какие-то полу-гонконгские, полу-вообще не пойми кто. Полу-гондунские. iFinex, американская контора, но она ничего не делает, только сервис, деньги у них гуляют через Таиланд, если я знаю. Через Панаму. В данном случае вот эта финансовая организация, она как раз находилась в Панаме. А, нет, это Crypto Capital. Crypto Capital, да. Да, вот они, к которой главные претензии. Ну, и, собственно, и ничего, ну, вот хомяк взбодрился. А история грустна и в очередной раз доказывает, что мы немножко отошли от славных традиций децентрализации. Не совсем того хотел, я думаю, Сатоши, когда писал вейтпейпер, явно там не напечатанного тезера. Ну что, какие у нас еще были хорошие события на этой неделе? Nike делает свою криптовалюту. Наверняка, utility token для оплаты кроссовок. Обеспеченные кроссовками. Обеспеченные. Один токен, один. Stablecoin обеспеченный. А известная теннессистка решила проинвестировать в Coinbase. Вот этот поворот. Возможно, своими кроссовками Nike. Теми самыми Nike-овыми коинами. Почему нет? Слушай, Сирену Уильямсу несколько, 4 медали? Она же там какая-то суперпункциональная. Я честно, я не очень за этой тематикой слежу, поэтому могу только молчаливо с тобой согласиться. Ну, то есть, можно сказать отдаленно, что это будет подкреплено золотом из ее медали. Скорее всего, так и будет. Кстати, Coinbase закрывала на этой неделе свое чикагское подразделение, которое было ориентировано на высокочастотный трейдинг. Журналисты это прикольно описали, везде были заголовки «Coinbase закрывает офис в США». И все такие, а-а-а, паник, а что происходит? Я просто, учитывая, что бэкграунд Сизовой компании, которая сделали Binance как раз из high-frequency трейтинга, я думаю, что ребята из Coinbase просто договорились о том, что это не их, как бы, не их поляна. Они не продают пирожки, те не дают его. Да-да-да, из Binance позвонили в Coinbase, говорят, пацаны, HFT нет. Ну зачем, но опять же, к чему этот цирк? Я думаю, что это проще. Люди просто разочаровались. Высокочастотный трейдинг – это все-таки такая профессиональная история, алгоритмы, аналитика, искусственный интеллект. У нас есть искусственный интеллект на блокчейне. У нас много проектов, машин лернинг, искусственный интеллект. Все это на ERC 20-х токенах. Это очень яркая страница истории. Я думаю, на самом деле, просто трейдинг, как таковой, если он честный, он никому денег не приносит сегодня. Ну, или больших денег не приносит. А трейдинг нарисованный, иксы нарисованные, лотерейные билеты нарисованные. Вот эта история, она же намного интереснее. Я думаю, что Coinbase это просто прошло. Я как раз хотел уточнить у наших зрителей, есть ли у них точка зрения, как вообще на нарисованных графиках возможен high-frequency трейдинг. Это типа что, кто быстрее нарисует или как это должно работать? Нет, это когда ты находишь неточности в работе биржевых ботов, и ты понимаешь, что они нарисуют через секунду, и за секунду до этого успеваешь им либо влить, либо подставить вверх. А я, кстати, считаю, что нишу high-frequency трейдинга на крипторынке заняли скриптовые петушки, которые забегают в ленчпад. А это теперь high-frequency трейдинг, когда 1500 аккаунтов может войти за 3 миллисекунды в ИЕО. Вот это high-frequency трейдинг. Вот это high-frequency, вот это уровень. А Coinbase, куда им там? Слушай, мне интересно, на Binance, почему розыгрыш лотереи длился 5 или 7 часов? Ну, то есть, у них рандом так медленно считается. Я думаю, что у них тоже есть хомяк, значит, в офисе, и они делают хомячий бега, они присваивают, может быть, разным хомякам разные аккаунты. Хомяки бегут, и именно так реализуется Binance рандом. Поэтому долго. Поэтому долго, да, просто пока они все успели. Слушай, ну любопытно, 58% билетов победило в лотереи на Матик. То есть, зашли почти все. Меня обули на Матике еще до выхода Матик. Ты решил делать OTC сделать? Да, друзья подогнали волшебного инфлюенсера, который пригласил зайти в Матик по партнерским условиям. И, в принципе, он теперь в Telegram-аккаунте написано, что последний раз он был виден вчера. Я понимаю, что, учитывая, что до старства торгов Матик осталось часов 5 или 6, это не очень хороший знак. Нет, не очень. Друзья, ну делитесь в комментариях, каковы ваши успехи с EO-шками, потому что как-то нам пока не очень. Мы за все время выиграли там два билетика. Я продал космос. А, ты так и слил космос. Я так и слил космос, да. Но не на Otis. Нет. Ты дождался на Apolloniex или кракет? Я дождался на Apolloniex. Я увидел первую свечку, когда все полили вниз. Интересным образом, когда все лили свечку первую вниз на Apolloniex, вот это окно, куда ты вводишь свой seed, и которое тебе позволяло заклеймить токены, еще токены показывало, но не показывало клейм. То есть у тебя рисуется вот такая вертикальная свеча, а ты их завести не можешь. Потом, когда уже стала рисоваться вторая свеча, я их смог завести, и действительно кнопка клейм, она заработала, я их заклеймил. Видимо, просто были VIP-аккаунты Apolloniex, по традиции, у которых эта кнопка была активна раньше. Я его успешно торганул, вывел практически все в виток. Ну, не очень удачно, потому что я, как всегда, ешь, как бы buy high sell low. Я как раз, как к этому моменту, когда я успел нажать, это был самый низ красной свечи, нижнего уровня, где она закрывалась. Я как раз продал свой космос счастливо, и потом все выигрывал с полонейx. А потом вечером посчитал, что покупал ты этот биткоин, когда он был 5600, а ночью подвезли новостей из Нью-Йорка. Хнык. Ну, слушай, что тут еще? Так тоже бывает. Так регулярно бывает. Мы пытались тут перед эфиром считать, у кого сколько убытка из трейдинга в крипте за последние 2-3 суток, и сошлись на мнении, что трейдинг все. Ну, я, по крайней мере, пришел к выводу, что трейдинг это однозначно не мое, и мои перспективы на просторах криптобизнеса, это, скорее всего, канал с мемасиками. Это то, что у меня получается объективно, это бизнес-модель, даже при том, что я никогда не продавал там рекламу, этот канал для меня фактически убыточный, она все равно лучше, чем все остальные потуги на крипторынке. Она менее убыточна, чем все остальное. Она менее убыточна, что делает ее хендлайнером, не побоюсь этого слова, моей криптокарьеры. Когда спрашивают, а какими бизнесами вы занимаетесь, ты можешь честно сказать, мой лучший бизнес, это телеграм-канал с мемасиками. И не каждый может себе позволить такое сказать. Не каждый может себе позволить, да. Ну вот, мой лучший бизнес, это ютубчик с несерьезной аналитикой, ну или иногда с серьезной аналитикой. А у хомяка новый колпак, который мы переоборудовали из старой вазы. Ну, вы же видели, денег на ИЕО мы собрали по мизеру, поэтому... А злые люди в комментариях на ютуб канале по-прежнему отказываются донатить, хотя я даже выкладывал эфир адрес, говорю, ну задонатьте. Они говорят, где у хомяка новое это? Я говорю, так дайте денег. Дайте денег. Они не хотят давать денег. Я думаю, что нам нужно сделать еще одно ИЕО. На хомяка. Целевой лаунд. На обустройство хомяка. На осчастливливание хомяка. Слушай, а у меня есть другая бизнес-идея. Вот посмотри. Dogecoin на самом деле появился из мемасика Doge. И там он один. У меня на канале этих мемасиков, я думаю, уже тысячи две или три. То есть я, получается, моя капитализация должна быть в три раза выше, чем у Dogecoin. HomoCoin делаем. HomoCoin, да. И погнали. Обеспечен мы массами. Первый честный токен. Я реально пойду, проведу аудит. И каждый токен будет обеспечен мы массами. Более того, ты можешь делать buyback. Да. С каждой копейки, которой ты не заработаешь, ты будешь не выкупать токен. Не выкупать. А чего? Это будет фактически burning principle наоборот. Видели? Binance хвастался, что они сожгли 15 миллионов в своих токенах. А вон Finex за одну ночь 850 сжег. И ничего, нормально, все хорошо. Мне кажется, Финику нужно запустить свой коин. Конечно, нужно. И ланчпад. Кстати, я до конца не понимаю, что на Финике нет ланчпада? Они отстают от тренда, Финик. Вы давайте там как-то активизируйтесь. Вон Poloniex когда-то был самой известной биржей. Сейчас плетется в замыкающих. Если бы не космос, я бы, наверное, про тот Poloniex аккаунты не вспомнил. Друзья, подкидывайте еще нам хороших бизнесовых идей. Ну или нашим коллегам из Bitfinex и других бирж. Мне кажется, сейчас такой период, когда нужен креатив. Bitfinex пока научился проявлять креатив в бухгалтерии, в аудитах. Пора уже внести креатив и в бизнес-модели тоже. Ну а мы будем внимательно прислушаться и выпускать новые ММА-сики. Если кто не подписан, подписывайтесь на канал Андрея. Там говорят, Навальный говорит, там говорят правду. Там говорят правду. Спасибо.